всем привет это наш новый звереныш 10 масштаба кто догадался 1 что это за шаська пишите в комментариях особенно если у вас была такая есть какой-то опыт эксплуатации и в целом ваши мысли по поводу таких вот именно моделей смотрите это hp firestorm конверсия самая тухлая электро я уже начал тут видео с разборкой с тем что хотел разобрать вот это все дело для дефектовки но как оказалось я снял мотор начал тут слегка разбирать сцепление слипер этот или как он называется и по слиперу в принципе стало понятно он был расслаблен да кстати сказать выработка вообще практически не минимально это можно сказать так люфтов где-то что-то в подшипников я критических каких-то не обнаружил все элементы ну вот ржавые рычаги но это от лежания скорее всего амортизаторы в великолепном состоянии все работают не вытекшие сухие далее по кузову кузов композит номерной даже серва рабочая не самая шустрая но рабочая по чисто по внешнему облез хром на колесах сами колесики как как новенькие практически ободрано вот это место удары рычаги по зацеплены ну и и все наверное тут больше придираться это совершенно глупо за ту символическую цену за которую я это все приобрел да и вот получается что начал я разборку но приостановил потому как понимаю что это делать абсолютно бесполезно там я уверен что все внутри держится как надо все в порядке и шестерни навряд ли имеют какой-то износ чтобы бежать их заказывать с ебэя она мне досталась с аккумулятором так зарядное устройство аккумулятор полный набор макулатуры это защитные крышки от нее же единственного на ней не было верхней корки и аппаратуры это как бы не беда аппаратура у меня есть приемник у меня тоже есть он уже сюда заинстален это с гироскопчиком от этой пультяшки сначала я подумал подключил ее к аккумулятору и она такой очень медленно едет тухленько да я не выкатывал напорную скорость но уже понятно по оборотам колес что она не особо шустрая на этом на всем деле как оказалось регулятор здесь стоит я его снял думал заменить на замену но он тут тоже трех баночный держит трех баночные и ампераж него по моему достаточно хороший в том плане что вот этот родной мотор чтобы понимали да кто не не в курсе дел это 540 мотор это по моему 550 мотор то есть он насколько меньше да и оборотов судя по этому у него тут 14 15 тысяч оборотов этих по моему идет 25 тысяч оборотов то есть почти в два раза больше оборотов им и мощи и мощи так колеса имеют 12 hex взаимозаменяемые и получается что по планам у меня сюда только установить трех баночный аккумулятор найти такой мотор 500 4550 масштаба более производительный за какие-то небольшие деньги установить его и изготовить корку либо купить бушная корка стоит полторы тысячи но я пока жмусь потому что доставка это уже две и они такие никак новые потрепанные то есть в раздумьях и все и больше тут пока менять нечего возможно что я закажу какие-то детали мелочевку какую-то чтобы было про запас вот но в целом готовая шассиха и возможности и и скажем так велики до для нее масштаба из коробки бесщеточная версия по моему делает 100 107 километров в час а рекорд базы по моему 230 километров в час или 235 я этого делать конечно же не буду я планирую поиграться с колесами да скажем так передние по уже поставить чтобы ну рулежка была поострее задние более что ли заменить на такого плана помягче и пошире чтобы было было ну в общем и на этих поезде мы посмотрим как она себя ведет в целом машина вот похоже очень на скорпиона по своим по исполнению по техническим каким-то решением и только положительные эмоции у меня сейчас она вызывает в предвкушении до катания потому что на этом моторе я наверное кататься сразу не буду чтобы ну понятно да что она там на нем особо не поедет вот ну и сравнение да по масштабу это у нас 14 это у нас 10 то есть 7 он еще больше поэтому смотрите за продолжением сборки я все покажу при установке покажу как она гоняет и и и и все наверное пока спасибо за просмотр пишите комментарии и в тему продолжение хранения машинок смотрите я уместил все таки сюда 10 эту багги повезло то что она в принципе такой вот особенность конструкции ну если что это можно вырезать но влезает она сюда вообще как бы плотничком и будь на ней какой-то спойлер я думаю что она навряд ли бы сюда влезла поэтому пока пока это будет так хранится тут впритык все тут тоже все впритык но тем не менее колеса сюда влезают ходов подвески хватает чтобы это все здесь уместилась вот так вот